100% хоккея с Владимиром Дегтяревым и Дарьей Мироновой. 22 августа уже новый сезон. Да, но хоккей опять не заканчивается. Просто такой небольшой анонс. Думаю, многие уже знают, что уже сегодня ночью начнут показывать игры национальной хоккейной лиги по Матч ТВ. Ну и, конечно же, впереди что? Чемпионат мира. Да, действительно, чемпионат мира, которого ждут с нетерпением все наши болельщики. Почему еще и с нетерпением? А потому что пройдет он у нас в России, в двух городах, в Москве и в Санкт-Петербурге. Так что, пожалуйста, если сможете, посетите, приходите на матч, а также слушайте Спорт.ФМ. Во всех подробностях мы будем вам обязательно рассказывать, что же интересного там происходит. Ну а мы возвращаемся к финалу. Действительно, поздравляем, наверное, всех наших радиослушателей, болельщиков с тем, что сезон завершен. Понятно, что еще будут раздаваться призы, награды и так далее. Это будет уже чуть позже. Но мы знаем главное. Мы знаем, кто стал обладателем Кубка Гагарина сезона 2015-2016. И этой командой стал Магнитогорский Металлург. С чем мы поздравляем и команду, и болельщиков, и всех, кто переживал за этот коллектив. Ну, в свою очередь, да, скажем, чтобы болельщики ЦСКА не расстраивались, потому что хоккей все равно был шикарный. Ну и пишите ваше мнение, отклики, все, что хотите. Хорошие желательно. 5-5-3-3, начиная со слова «спорт». Молодец, ну теперь давай признавайте. Вот нам уже спрашивают, признавайтесь, кто за кого болел. Про Семина? Ну, вот смотрите. Я говорю нашим болельщикам, могут написать. Да, вот смотрите, вчера опять такая ситуация. Ну, человек... Никто же не говорит о том, что он плохой. Никогда такого не было, да? Это шикарный игрок. У него все есть. Бросок, кисти, скорость. Ну все, Александр есть для того, чтобы быть, ну, великим хоккеистом когда-нибудь, правда ведь? Ну, скажите мне, когда идет такая напряженная игра, это седьмой матч, и тут решается просто судьба всего сезона, всей команды. Игрок за одну смену, Володь, и сколько у нас длится смена приблизительно? Ну, 45 секунд, 40-45, в зависимости от того... Да, бывает еще, но у ЦСКА, например, и короче, потому что там, да, очень четко, да. Ну, там вообще бывает 25-30 секунд, да, согласен. Ну и вот, просто идет момент, во втором периоде борьба тяжелая в зоне магнитки, игрок четыре раза за одну смену не может вывести шайбу из зоны. Было, было. А все, почему было? Потому что улитки опять, потому что не хватает трескости, где-то борзости, может быть, даже спортивной наглости, зато всегда есть улитки. Ну, кто на что учился, по всей видимости, именно так. Пишут вот вопрос тебе, почему, не знаю, почему тебе. На кого ставила Дарья? Ну, здесь такая непростая ситуация, потому что, смотрите, я все равно в глубине расскажу. Вот опять слова, то, что ЦСКА, эта команда только строится, но это все неправда. Здесь не в построении дела, потому что у них был отличный состав, готовый, чтобы побеждать. В прошлом году там были свои причины, почему все изменилось, не сложилось, это все инсайт. В этом году то же самое, все, отличный состав, но если мы будем разбирать все в деталях, то, в принципе, я думаю, многим все будет ясно и кому-то было видно вчера на лицо. Итак, я была готова к тому, что в шестом матче Магнитка не сможет победить. Зато в седьмом, ну, вот так вот мне сказал заранее муж, что будет 4-2 либо в пользу ЦСКА, либо 4-3 победит Магнитка. За счет чего? За счет своего мастерства. Потому что одна тренерская схема бей-беги с такой командой, как Магнитогор, в седьмом матче не сработает. Плюс ко всему, наверное, привет всем, кто писал и говорил нелестные вещи о Василии Кошечкиной. Мы тоже по ходу сезона обсуждали. Да, у всех бывают неровные игры, да, у всех бывают какие-то залетают шальные шайбы. Но Кошечкин вчера играл как то, как Василий Кошечкин, как чемпион. В очередной раз всем доказал, что списывать его со счетов рано. Ну, в общем-то, в 33 действительно для вратаря возраст такой. Еще можно играть и играть. В прошлом году 100% очень переживали, болели за ЦСКА. Особенно, когда там играл друг семьи нашей Станислав Галимов. В этом году то же самое. Но вот опять, это был такой финал, когда я сразу сказала, вот здесь неважно, кто победит, кто проиграет, грустно будет по-любому. Потому что действительно был великолепный хоккей. Отличные команды вроде и за эту болезнь, и за ты, но вот разрывались. Но только вот опять выбирая уже чисто по логике, все-таки я с Востоком прошла весь плей-офф. Мне, конечно, приятно, что победила Восточная конференция. Тем более, что Магнитки, но очень хорошо встречали. Вообще с командой никаких не было проблем. Наоборот, все подшучивали, говорили, что после моих идите отдыхайте. Иногда хоккеисты не могли восстановиться. Очень сильно переживали. На ткань шутки. Значит, в следующем году переезжаешь на Запад и привозишь нам западного чемпиона. Ну, это я пошутил. А мы никогда не знаем. Как получится? У нас получилась Восток, самая яркая, одна-другая серия. Семь матчей, пять матчей. Везде много было отличного хоккея. Вообще, да, на Востоке было поинтереснее. А ведь говорили, что будет по-другому. А говорили, да, и перед началом розыгрыша плей-офф, говорили, что Запад, да, там будет убийство. Ну, то есть такой жесткий достаточно хоккей, интересный хоккей. Но он местами где-то был интересный, да. Но мне вот, честно тебе скажу, Восток нравился больше. В том смысле, что, ну, серии какие-то были там очень интересные. Интересный, да, вот и Акбар Салават была очень интересная серия, да. И Авангард Суфой. Ну, то есть очень-очень интересные происходили матчи. Хотя, честно скажу, правда, вот не болел ни за одну, ни за другую команду. Скажу сразу, поставил я перед финалом на ЦСКА на 4-2, на 6 матчей. Ну, вот мой прогноз не сбывается. Ну, ничего страшного. Ну, опять я скажу, как раз перед тем, как отправиться на хоккей, прекрасно включаться для Спорт.ФМ. Мне то же самое, не знаю, вот это вратарь-вратаря видит, или что-то настолько Сергей Борисов был уверен. Василий Кошечкин, да, всегда. И просто мне сказали, счет будет 3-1. Честно, даже я знаю, что на игрокам некоторые магнитки, потому что переживали люди, все равно кого-то колбасило. Говорю, да успокойтесь, 3-1 будет. Поэтому после игры, естественно, были слова Настрадамус. Я была в шоке, честно сказать. Когда 3-1, потому что я переживала, казалось, что вот-вот будет 2-2. Неужели у нас будут еще овертаймы? Нет, давайте сегодня без них. Ну вот все сложилось так здорово. Опять, и посмотрите, вот мы в плей-офф обсуждали эту тему, даже с тобой, Володь, когда была программа за бортом Национальной хоккейной лиги, и все так четко было, ясно видно. Сейчас то же самое. Вот почему-то многие перед плей-офф задавали такой вопрос. Что будет важно в седьмом матче? Самый решающий момент. Все говорили о вратарях. Ну, товарищи, вратарей всегда их игра важна для команды. Абсолютно в каждом матче. Что касается плей-офф, но это опять, вы это можете видеть по Национальной хоккейной лиге. Вчера это был отличный пример. Что главное в таких матчах? Все правильно. Третье, четвертое звенья. Это люди, которые начинают прибавлять и решать исход. Посмотрите на Тимкина. Может быть, по ходу сезона мы не видели где-то игроков в такой яркости, как... Вчера, пожалуйста, он вышел и выполнил всю миссию. Да без разницы уже, как он смотрелся в сезоне. Потому что человек сделал то, что не сделал тот же Александр Семин или Войски. Я как раз вспомнил сейчас розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли. Финал. Помнишь, когда Детройт и Питтсбург сошлись второй раз подряд между собой? Они играли, да? И Питтсбург в тот год наконец-таки взял вот свой этот долгожданный Кубок Стэнли. И там решающую как раз роль сыграли там ни Кросби, ни Малкин, да? Помнишь, там сыграл Макс Тальбо. Он забросил две шайбы, которые, собственно, решили исход седьмого матча. Опять же, человек третьего звена. Ну, это просто так, отступление. Не к тому, что вот всегда должно так быть. Нет, ну то же самое мы возьмем Нью-Йорк Рейнджерс, который несколько лет назад переживал драматические изменения. Что при Алане Виньоно, ум-тренере, получалось? То, что да, раскрылись третье, четвертое звено. На следующий год, к сожалению, получилось опять кто-то ушел в другой клуб, кого-то начали переводить, менять в другие звенья. И да, немного вот это было нарушено, то, что у нас раскрылось. Поэтому опять, браво третьим, четвертым. То же самое и в ЦСКА. Кто забросил? Мамин. Да. Опять-таки игрок третьего, четвертого звена. Понятное дело, когда закрывают лидеров, когда на них идет особое давление, но вся команда должна поддерживать друг друга. Дарья, браво! Именно мои мысли, что кубки выигрывают защиты и третьи, четвертые звенья. Вот такое. Не, ну смотрите, если бы ЦСКА встретился с Лаватым Юлайвым, они бы их прошли запросто, потому что Слад Юлайвым хромает оборону. Мы не можем того же сказать опять о магнитке, где все играют. Тому же Воробьеву аплодисменты все-таки вот сказывается в человеке, что вот у него вот такое серьезное тренерское, ну не прошлое даже, как сказать, ниша. Тренерская династия. Вот, понимаешь? Вот, да. То есть у человека талант, чего же тут говорить. Это точно. Так, продолжаем. А еще знаете, что мы забыли, какой момент? Насколько принципиально это был матч для Василия Кошечкина? Ведь он когда-то в Северстале играл под эгидой квартального, и там, насколько я знаю, у них не очень хорошо все шло. Да, я еще, знаешь, что вспоминаю? Ведь в свое время Леонид Вайсфельд хотел, что называется, сослать Кошечкина в Новокузнецк. Знаешь почему? А он сейчас бы в Новокузнецк в финале играл. Бесперспективный. Вот, вот. Я вспоминаю, как про Даниса Зарипова сказали, когда он уходил из Акбарса, точнее, ну уходили, можно, наверное, и так сказать, в Акбарсе вроде как начиналась перестройка, сказали, что Данис Зарипов уже староват. Было и такое. Я, кстати, помню такое. Ну, я опять аплодисменты болельщиков ЦСКА, потому что они, наверное, на протяжении часа еще после матча скандировали, кричали, ждали команду, но потом наконец-то все-таки вышли и тренеры, и некоторые игроки. Никита Квартальнов очень сильно переживал и разбил дверь. Да? Вот такая, вот такая история. Почему-то просят меня чуть попозже рассказать про Чикаго в Сент-Луис. Мы давай попозже про это поговорим. Естественно, сейчас будем подводить, наверное, вот такие первые итоги завершения сезона. Все только после выпуска новостей, потому что сначала мы должны узнать, что интересного произошло в мире за вот эти вот короткие, я не знаю сколько, 10-15 минут. Поет Дмитрий Томняковский. Вперед. Еще раз всем привет, всем добрый вечер. Вы на волнах Спорт.ФМ. Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. Вот, знаешь, вот не очень я согласен с таким посылом. Вот сейчас один из наших радиослушателей пишет. Дарья Красавица, приветствую вас, с этим я согласен. Владимир, добрый вечер, с этим я тоже согласен. Очень счастлив за магнитку, вчера играла именно команда. Но магнитки всегда играет в команду. Я согласен, но с другой стороны, ты знаешь, ЦСКА тоже команда, и УФА команда, и все команды. Просто вчера одна команда обыграла другую. Ну вот смотрите, опять здесь ключевые слова интервью у Василия Кошечкина, да. Чем отличается, опять, вот здесь все, что хотите, он раскрывает, чем отличается серия вот с ЦСКА против финала со Львом. Он пишет, там были хоккеисты более мастеровитые, техничные, они больше играли в хоккей, как и мы. Там было много комбинаций, много шайб, а здесь была просто напряженная борьба. Все, давление и напряжение. Вот как раз стиль ЦСКА описывается. Это же вот многие болельщики говорили, как раз слышали мы о том, что кому-то не нравится, как играет ЦСКА, потому что они напоминают канадский стиль. Но не обязательно, мне кажется, здесь сравнивать именно с канадцами. У них просто, да, другой бей-беги. Ну вот смотрите, здесь вот просто интересно, вот так здорово было вчера, допустим, что не было на меня напряжения работать во время трансляции, да. То есть я могла спокойно наблюдать, что происходит. Вы когда-нибудь приходили на хоккей чуть пораньше и наблюдали за разминкой команды, кто как это делает? Вот иногда бывает, что, да, встречаются две равные команды, две равные постели, но насколько даже разминка магнитки ЦСКА отличалась друг от друга? Вот там просто вот все на лицо описывается. Если магнитка, допустим, прямо во время разминки, они пытаются какие-то обыграть комбинации 3 в 1, 2 в 1, там друг другу пасы, перепасы делают, то у ЦСКА все одно как бы типично и просто. Пас, бросок, пас, бросок, пас, бросок, все. Все, то есть обосновано на том, что бежим, и мы всегда бежим, это то, что делает ЦСКА. Поэтому, естественно, магнитка вкатилась в эту игру, магнитка их поняла. Если бы ЦСКА, наверное, во второй игре дожали магнитку, то да, ну тут нечего говорить. Но поскольку почувствовала себя магнитогорская команда на коне, то, что они могут выиграть, поверили в себя, получилось у них все. Это точно. Продолжаем мы наш разговор на волнах спорт.фм. Много тут там всяких смс-сообщений на ватсапе. Вот смотри, вчера тоже я просто скажу, из-за того, что я работала в шестой матче, и я видела, что Любимову в шестом матче очень сильно доставалось. Ну да, понятно, там были какие-то индивидуальные ошибки, на него, очевидно, была сделана большая ставка. Но вот он вчера бы что, не помог своей команде? Помог бы. Но из-за того, что вот там наказание пришло за то, что он там не справился с какими-то своими должностными обязательствами в шестой игре, все, человек остался в запасе, но вчера не смог помочь. Я уверена, что такой игрок, как Любимов бы, ну, он бы смог это важнее. А ты знаешь, я с тобой согласен в этом отношении, потому что вот Любимов, наверное, тот игрок, который один из немногих, наверное, в ЦСКА, то пытался сыграть именно как-то нестандартно, да, не по-фаблону. Ну, что же мы обсуждали. ЦСКА — это бойцы, а магнитка — это игровики. Просто нужно больше игровичков. Ну, давай вспомним как раз вот тот момент, помнишь, когда Любимов первый раз, бросая в ближний угол, сначала в перекладину попал, а потом-то ведь попал, да, потом-то ведь смог попасть, забросил шайбу. Да, не реализовал буллит, но с другой стороны, понятно, что, ну, не всем, да, не у всех вот так получается. Ну, и здесь давление, и психологическое какое-то, ну, где-то, может быть, не справился. Не, ну, один раз не получилось. Согласен, согласен. Ну, ничего страшного. Вот очень хорошее смс-сообщение. Вас послушать — так магнитки сплошь боги, а ЦСКА так не пойми что. Здрасте, ну, даже такого мне говорили. Вот только что было сказано про ЦСКА, что ЦСКА — это тоже команда, да? Мы еще раз сказали, команда — это ладно, да. Разный стиль игры, да. Абсолютно. Уничтожили бы Салават, делать нечего, да. Ну, а не магнитку. Ну, я не знаю, Владимир, тебе слово. Квартально проиграл в том, что он слабо верил в свою команду. 5-6 человек менял после каждой игры. Парни мандражировали. А Воробьев доверял. Менял точечно. Да, Воробьев не точечно менял. Просто у магнитки нет такой большой скамейки. Это тоже факт. Нет, ну, ты все равно посмотри. Получается, тут как ни крути. Почему же такая ротация ЦСКА? Нет права на ошибку. Ошибся в запас. Ошибся в запас. Да, это тоже. Это тоже, да, тренерское доверие. Опять же, да. Поэтому я, ну, понимаете, сейчас, если мы вот так уйдем туда в дебри, в эти, мы вообще ни в чем тут, да, как бы не разберемся. Поэтому я все-таки призываю, да, надо наслаждаться игрой. У магнитки свой стиль. Вот, знаешь, что, в хоккей нужно играть. Это то, что делала магнитка. Согласен, согласен, да. Они играют в хоккей. Согласен, да. Еще раз повторю. Вот, пожалуйста, интервью того же Кольщикина, других игроков. Они играли в хоккей. Они не шли по системе бей-беги. Все. Про юниоров чуть попозже я вам расскажу. Что в борт через борт. Из Свердловской области нам каждый день приходят смс-сообщения. Обязательно поговорим мы про юниоров, потому как наша команда в четвертьфинал вышла, даже несмотря на то, что проиграли вчера шведам. Но об этом, естественно, попозже. Сейчас пока подводим такие вот первые итоги финала розыгрыша Кубка Стэнли. Подводим, наверное, даже итоги можно уже подводить и всего сезона, потому что, в общем-то, он завершен. Можно, но я просто, знаешь, вот мне кажется, так неправо, когда люди начинают, да, вот, команда ЦСКА строится. Да ничего на них строится, у них все в порядке. Им нужно добавить кого-то, да, игровичков и, может быть, как-то кому-то больше дать возможности. Они еще в прошлом году были хорошей командой, они в этом году были командой. Переиграли на опыте, переиграли на игре, все. Да, абсолютно. Поэтому продолжаем наш разговор. У вас есть возможность нам что-нибудь написать, спросить про хоккей. Так, меня обвиняли, почему я красный сижу. То ли загорел, то ли злится на Дарью Миронову, интересно. Наверное, второе. Второе злюсь, да? Ну да. Хорошо, выяснили, я злюсь. Я бы, знаете, насчет чего злилась? Потому что пока кто-то работал на КХЛ и следил вот за... Мне кажется, никто не освещал нашу первую сборную, потому что вот только сегодня прошла первая новость, что сборная России вылетела в Швецию. Нет, нет, освещали и на Спорт.фм. Очень мало. Говорили, и даже были репортажи, как они играли Евро-челлендж, то есть об этом говорилось. Нет, 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 я говорю не про Евро-челлендж, я говорю про то, что было... Вот, пожалуйста, покопайся в интернете, увидишь, потому что я этим занималась. Была сноска. НХЛовцы приедут, и все, после этого все пропало. И сегодня вдруг, да, НХЛовцы уже вылетают. Да, 17 числа они приехали. А что было между этим? Да, почему все пропадало? Ну, все силы брошены были на клубах. 17 числа они приехали, сегодня они уже отправились и уже приземлились в Швецию, где проведут два матча, потом вернутся сюда уже в Россию, и в концовочке апреля проведут два матча против сборной Финляндии. Вот Игорь нам написал, просто скажите, что магнитка красавчики. Вот так. Варик Владимирович. Все просто, магнитка, действительно красавчики. А что здесь, почему нет? Они действительно сыграли очень и очень хорошо, и за это им огромное-огромное спасибо, равно как и ЦСКА, потому что финал, на мой взгляд, все равно получился классным. Обо всем остальном уже после выпуска новостей. Реклама. Три, два, один. Поехали. В юморте. Космические скидки до 70% на 40 тысяч товаров. И только до 21 апреля. Покупай в юморте с космической выгодой. Полные условия акций на сайте юморт.ру. О, юморт РСК. Санкт-Петербург. СИЗОВА 2А. ОГРН 111-784-760-79-00. Привет. А вы знаете, чем отличается наш интернет? Наш интернет настолько большой, что его хватит на всех. В нем можно гонять на танках, смотреть и делиться увиденным одновременно. Но самое главное, что наш большой интернет от онлайн включает еще и до 120 ТВ-каналов. Подключи тариф «Большой интернет от онлайн» и получи вместе с интернетом интерактивное ТВ. Две услуги по цене одной. Подробности по телефону 8 800 707 800 и на сайте онлайн.ру. Пау Ростелеком. Категория 6+. Каждое утро, заходя в офис, начинаешь всем окружающим что-то доказывать. Закончив работу, сев за руль своего Порше 911, вдруг видишь, как на дороге все окружающие пытаются что-то доказать тебе. Забавно. И это стоит трудного дня. Только в спорткарт-центре, крупнейшем автосалоне Порше Европы, самый большой выбор легендарных 911-х. Спорткарт-центр. 249 11 11. Желаю поселиться в современном квартале. Со стильной архитектурой, чтобы все в идеале. Театру и музею на расстоянии руки. А я хотел бы жить на берегу реки. Я хочу все это и прямо сейчас. Вы по адресу. Точно. Каждый из вас. Зил-Арт. Жилой комплекс арт-класса. Здесь и других преимуществ масса. Ждем к тебе всех. Не сомневайтесь даже. Новые дома уже в продаже. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на сайте zil-art.ru. Звоните 495-228-2288. Кто в карауту придет, тот на праздник попадет. 23 апреля в 11 часов праздник открытия зеленых дворов. Будут развлечения для всей семьи и скидки до 50% на товары для сада и дачи. Садоводы в ауте. От цены в карауте. Скидки по акции, дача, строительство и отдых с 14 апреля по 11 мая 2016 года. Подробности на кодифисраута.ру. 0+. Хамелеон. Новый интернет-портал и мобильное приложение. Хамелеон. Уникальный видеоканал, созданный специально для тебя. Все интересное, о чем только можно прочитать. И интернет-радио. Много радио. На любой вкус. Читай, смотри и одновременно слушай все, что актуально сейчас. В любом месте и без ограничений. Заходи на сайт. Загружай приложение. Портал хамелеон.фм. Теперь везде, где есть интернет. Теперь везде, где есть ты. Хамелеон. Делает твой день ярче. 12+. Не проспи. Ночь выгодных покупок. Крупнейший мебельный центр Европы «Три Кита» будет работать в ночь с 23 на 24 апреля. Ночной трафик на дорогах и скидки до 70% сделают эту ночь особенно приятной. Подробности на сайте 3кита.ру. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы 4. Пропустил? Забей! Пропустил любимую программу на «Спорт.ФМ»? Забей «Спорт.ФМ» в поиске на iTunes. И найдешь ее. Подкасты «Спорт.ФМ» теперь доступны для скачивания. Как на устройствах Apple, так и на Windows. «Спорт.ФМ» в iTunes. Ай, хорошо! Мы продолжаем программу «Сто процентов.ФМ» на волнах «Спорт.ФМ». Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. Продолжаем мы нашу работу. Что вы нам тут еще интересного пишете? Заметьте, «Магнитка» по ходу плей-офф обыгрывала автомобилист 6-0. «Салават» 8-0 не обыгрывала «Магнитка». Так, с Сибирью тяжко, зато уверенно. Нет, я почему. Сегодня болельщики Сибири уже писали, что теперь им... Они себя очень хорошо чувствуют, проиграли чемпиону. Мне кажется, в Сибири вообще не за что стыдиться и чувствовать себя неудобно. Потому что уж они, как никто, и сезон весь старались, отлично смотрели, чувствовали. Самые про плей-офф. Это как и Уфа, да? Они тоже вот есть, можно так сказать, оправдания. Так, что у нас еще интересного здесь вы нам написали? Так, послушал вас и понял. Вчера был в принципе прав. Было бы несправедливо, если бы ЦСКА победил в матче. Это как если бы четвершнику поставили на экзамене 5. Тут очень много написано. Ну, вы знаете, опять же, нельзя, наверное, так сказать, если бы победил ЦСКА, то это стало бы несправедливо. Вот почему? Я думаю, что так нельзя говорить. Вот у нас написали, что только что пришла новая, что Федоров лично будет говорить с Радуловым. Может быть, он уговорит его остаться. Ну, я не знаю, не такой новости. Помнишь, разговор был по поводу того, что они там по ходу сезона, по ходу даже начала плей-офф предлагался уже Александру Радулу контракт, но он сказал, что все переговоры он будет вести непосредственно по окончании уже сезона. Ну, это правильно. Зачем голову засорять? Да, естественно. Ну, смотрите, опять Радулов, он уже выигрывал кубок Гагарина, да? У него сейчас отличный возраст. Он находится, ну, не знаю, в прекрасной динамике, в прекрасном состоянии. Интерес в НХЛ к нему есть. У него также есть интерес в НХЛ. Мне кажется, надо ехать. Это просто не в обиду никому, но не зря же он думает об этом. И вроде как время, наверное, тянул. Можно же было просто все записать, лишить всех интриги и все. Ну, наверное, какие-то свои интересы. Понятное дело, что Радулу и всей семье нужно взвесить все подумать. А почему нет? Николай, почему-то я с вами не очень согласен. Что значит на Олимпиаде выигрывает стиль бей-беги, а не играть в хоккей? Вот. Потому что только что описали. Если Магнитка играет на комбинации, там у них какие-то выходы 3 в 1, 2 в 1, они перепасы постоянные. Вы же видели, наверное, это по ходу всей серии, сезон. Это есть у Магнитки, они играют в хоккей. То ЦСКА больше у них что? Шайбу все выводим через борт, все в борт, отскоки в борт, подобрал в борт, все в борт. Один бросок. Максимум, что они делают, это пас и бросок. Все, все бросаем, все бросаем, все на ворота. Вот это означает бей-беги. Они действительно бегут. Почему? Я опять все сезоны говорила, если мы смотрим игры ЦСКА, там неимоверная скорость. И даже вспомните Акбарс, как армейцы заставили бегать. Владимир и Дарья, зачем Семин побрился? После игры? Или перед? О чем конкретно идет речь? Я не знаю. Вот видишь, людей, какие вещи беспокоятся. Нет, ну потому что это, наверное, лозунг, слова Тюлаева всех приучил. Побеждая или брейся. И тут он победил и побрился. Но Дмитрий Квартальный тоже уже сразу после игры побрился. Потому что к болельщикам он уже выходил с усами, но без бороды. Вот такой вопрос еще нам приходит от наших радиослушателей. У меня вопрос только один. Сможет ли Квартальнов реально сделать выводы из поражения? Фактически изменение тактических схем признания собственной неправоты? Ой, ну сразу неправоты. Вот мне опять теперь начинается вспоминаться Беллидинов, да? А его по ходу сезона упрекали, да, хорошо молодежь, но может быть есть у него такое. Хотя вот, наверное, в этом сезоне, как многие эксперты утверждают, он стал более лояльным. Почему Малыхин никак не мог при Беллидинове, наверное, так раскрыться, как от него ожидали? Не только он, есть другие игроки. Вроде как сказали, он закручивает гайки, да? Он не дает игрокам креативить, потому что все играется от обороны, все строго по установке. Но вот здесь абсолютно разные стили, ничего не скажу. Но вот здесь то же самое, вроде как на данный момент Квартальнов, наверное, еще молодой по сравнению с Беллидиновым, да? И не съел столько, сколько сделал это Зинатула Хайдарович. Поэтому, наверное, он где-то слишком закручивает гайки своим хоккеистам. Опять повторю, что нет права на ошибку. Поэтому Любимов вчера был в запасе. С другой стороны, мы же вспоминаем, действительно ведь и у Беллидинова было полно ошибок. Не надо теперь писать, что у него травмы и так далее. Пожалуйста, всю игру видели Любимова. Но это я просто, да, начну там сразу, о, он там не играл. Ну, да. Поэтому я говорю, здесь вот сразу, вот, у нас, знаешь, как любят ярлыки вешать, да? Что-то не так, все, вот, тренер виноват, все у него неправильно, все он не так сделал, все, до свидания. Там, наоборот, игрок что-нибудь не так сделал, то все, он виноват, он подвел команду. Здесь никто не виноват. У нас должен был выявиться обладатель, и он выявился. Да, команда, которая, ну, была сильнее, которая успела не только подготовиться и подстроиться под свой соперник, они еще и смогли свой хоккей навязать, и он оказался сильнее. Вот мы тут с тобой все про плей-офф КХЛ, КХЛ, и вдруг, знаешь, такая гневная смс-ка нам приходит на наш портал 5533 из Омской области. Мэйсона в топку, с таким Филадельфия будет проигрывать всегда. Ну, вот опять Мэйсон достал. С другой стороны, давайте посмотрим, а сколько Филадельфия забросила за эти три матча шайб. Это не важно. Да? И мы увидим. Вратарь всегда виноват. И мы посмотрим, что Мэйсону надо, ну, было все три матча, по сути, отыграть на ноль, чтобы Филадельфия хотя бы в одном матче одержала победу. Вот как вы считаете, когда команда за три игры забрасывает две шайбы в ворот соперника, в этом виноват был и вратарь? Вот что должен был делать в этой ситуации Мэйсон? Бежать к воротам Вашингтона, и что он там должен был делать? Забрасывать шайбы? Ну, вот почему так вот все, вот Мэйсон виноват? А нападение Филадельфии не виноваты вообще ни разу в этой ситуации. Не знаю. Когда Мэйсон пришел в Филадельфию, у него самого, как у игрока, появилось второе дыхание. Да, понятное дело, есть промахи и травмы где-то, но Филадельфия сказала, что наконец-то мы обрели вратаря, на которого можем рассчитывать и верить. Согласен. А с другой стороны, объективно посмотрите, Вашингтон, вот в этом розыгрыше плов, конкретно сильнее Филадельфии. Это сто процентов. Филадельфии, честно, не повезло с партнером по спаррингу. Абсолютно. Вообще не... Тут даже, понимаешь, на мой взгляд, Филадельфия, как мне показалось, для них была главная задача это войти в плей-офф. Вот они это сделали, и понятно, что тягаться вот сейчас такой Филадельфии, вот с таким Вашингтоном, ну это просто нереально. Это надо прыгнуть выше головы, чтобы действительно что-либо доказать. Но это очень сложно. Попробовать вот такой Вашингтон обыграть в серии, там, я не знаю, с 7 матчей, или одержать с таким Вашингтоном 4 победы, вот за 7-матчевую серию, ну это просто тяжело. Ну, Вашингтон сейчас совершенно другая команда, поэтому Филадельфия, она, ну, она сделала все, что могла. Филадельфия не обладает такими игровыми ресурсами для того, чтобы сражаться с Вашингтоном. Да, я с тобой полностью согласен. И я не вижу, почему здесь Филадельфия, что, она фаворитом должна была быть этой серии? Или вы ждали 3 победы, как минимум, от Филадельфии? Они на сколько могут дать бой? Вот на те силы, которые у них есть, да? Абсолютно. Продолжаем мы наш разговор. Очень много нам приходит здесь сообщений. Так, насчет ЦСКА. В последние минуты было видно, что они не знают, что делать шайбы, как вскрыть оборону, когда магнитка выстроилась и защищала свои вороны. Уже как раз и сказывается то, о чем мы говорили. Мастерство против неопытных хоккеистов. Да? Неопытных мы имеем в виду, по сравнению, извините меня, с Мазякиным и с тем же Зариповым, который, да, кто-то говорил, не могут до ворот доехать. Но что они могут сделать? Это не мы. Это были не мы. Креатив, креатив, вот и все. Поехали дальше. Много у нас вопросов. Как ты думаешь, на твой взгляд, что мы вправе ожидать от ЦСКА в следующем сезоне в плане состава? Не, ну ты такой, Володь, смешной. Даже мы только вот вчера закрыли СИЗО, непонятно еще, что они будут. Я понимаю, да, но я думаю, они будут. Но в команде обязательно нужны бойцы. Я имею в виду, бойцы не в плане, что тот, кто дерется, а третий, четвертый звенок, который идет в поддержку, да, выполняет черновую силовую работу, да. Ну, наверное, нужно добавить каких-то более креативных игроков. Да, в нападении все-таки надо немножко, я бы так сказал, как ты правильно говоришь, покреативить, придумать. Которые думать будут, придумывать, да. Да, придумывать, как обыгрывать. Не как там пробивать, да, а именно как обыгрывать оборону соперника. Поэтому в этой ситуации, наверное, действительно парочку таких игроков в команде ЦСКА не хватает. Найдут или нет, тоже такой вопрос, знаешь, очень интересный. А ведь смотри, как складывается ситуация, да. У нас сейчас... Ну, найдут, Володь, или нет. Тут надо еще, чтобы люди заиграли вместе в связке. Да, это точно. Это тоже такое. Но это уже больше от тренера тоже зависит, да. Ведь он будет подбирать состав под себя, он будет смотреть тех игроков. Будет, а не каждый выдержит ЦСКА. Это тоже, это точно, действительно. Так, что у нас еще тут интересного нам присылают? Ребята, вам должны повысить зарплату. Где расписаться? Хорошо, я не знаю, сейчас пойдем. Ведомость только нам дайте, мы распишемся, действительно. Дмитрий Томняковский, я смотрю, только за. Он с нами, похоже. Аж расцвел на глазах, как только мы сказали. Как услышал слово зарплата. Да, зарплата, да еще и повышение. Паузу делаем мы сейчас, выпуск новостей. Далее продолжаем наш разговор. 21 числа уже состоится этот четвертьфинальный матч. Так что будем в любом случае болеть за наших ребят. Пожелаем им, естественно, удачи. Ну и немного, может быть, какого-то везения. Оно им точно пригодится. Ну вот смотри, здесь я вчера смотрела игру. Такое у меня двоякое мнение, что ли, по этому поводу. Потому что, вроде да, когда начинаем разбирать, вот у нас в составе 17 лет, есть 16 лет, есть там пару человек 18. Вроде как им сложно играть, да? То есть, ну совсем молодежь, может быть, сырые ребята. Но когда мы видим шайбу Свечникова, как он переиграл, как он забросил, ну здесь аплодисменты, во-первых, и вроде как никого больше прощать-то и не хочется. Почему все так не могут играть? К сожалению, вот пока все так не могут. Просто, да, рекомендую где-то в интернете найти и посмотреть. Ну аплодисменты. А шайба действительно очень красивая получилась. Очень хорошо прошел наш хоккеист, укрыл корпусом шайбу, на пятак пробрался и забросил ее уже оборотом. Причем, да, его никто не смог остановить. Все это дело на скорости. На скорости. Вот опять же, мы много об этом говорили. Да, вот там и про того же Конора Макдэвида, в свою очередь. А почему вот его трудно остановить? Потому что скорость. Вот, собственно говоря, Свечников то же самое вчера показал. Ну знаешь, у Александра все время тоже есть скорость. Мы просто немного будем приплетать. Не та у него уже скорость. Ну уже, здрасте. Он просто не может здесь так вот раскрутиться. Просто не может разогнаться. Нет, потому что он как начнет эти свои улитки закручивать, эти булочки, и все, и скорость, да, пропадает. Это точно. Ну ничего, надеюсь, что все-таки все у него получится. Хотя, ты знаешь, вчера уже дошло до того, что начали обвинять во всем Мишеля Ториена. Что вот, дескать, он в Александре Семине не рассмотрел какие-то, ну вот, какие-то вот такие моменты, которые рассмотрел... Какие, что он шайбу из зоны вывезти не может. ...котые рассмотрел Магнитогорский Металлург. Вот. Ну да, отличное сравнение, аплодисменты. Давайте не забудем, что у Александра нет хорошей жизни. Из Вашингтона убрали, а потом еще из Каролины. Поэтому не будем одного только тренера Монреаля обвинять. Давай немножечко про национальную хоккейную лигу в свете того, что очень интересный матч. И такой важный, наверное, матч сегодня был и в Детройте, и в Чикаго. И там, и там победу одержали гости. Это Тампа, которая обыграла все-таки Детройт и Кучеров там наш. Две шайбы, одна голевая передача. То есть во всех трех шайбах вновь поучаствовал. Здесь и две шайбы Владимира Тарасенко, и еще одна голевая передача. И таким образом Владимир Тарасенко так подтолкнул сейчас Анисимова и Панарина к участию в чемпионате мира. Потому что Сент-Луис выигрывает 3-1, и есть все шансы у команды Сент-Луис Блюз завершить эту серию в свою пользу. И знаешь, Хичкок так уверенно сказал, моя команда, он сказал, знаешь так, моя команда мне сейчас самому нравится, она обыграть может кого угодно. Завел команду. Вот просто, да, видимо, как-то вот, знаешь, так сказал он, причем легко и непринужденно он сказал, обыграть они, говорит, могут легко, кого хочешь. Любую команду они сейчас готовы обыграть. Здесь ничего удивительного нет в этой серии, опять, да, как бы судьба могла сложиться в ту или другую сторону, но все-таки Сент-Луис, наверное, смотрит интереснее. Они были готовы, им это нужно. Да, потому что три года подряд они в первом раунде заканчивали свои путешествия и походы за Кубком Стэнли. Это наподобие Вашингтона, это команда, которой нужно двигаться дальше, и они к этому готовы. Причем для Вашингтона-то уже не проход там второго раунда, да? Нет, в Вашингтону нужен финал конференции, даже финал. Нет, я думаю, финал. Вот ты абсолютно права, для Вашингтона сейчас нужен только финал розыгрыша Кубка Стэнли, никак не меньше. Нет, им не меньше, чем финал конференции, 100%, потому что, я не знаю, тот сенсации ждал, конечно, в первом раунде, да, она бы стала, но Филадельфия не та команда. Что касается кучера, вот опять, смотри, вот я, когда здесь у нас по ходу сезона тоже было, вот это вот, вот, КХЛ страдает, некому играть, все так плохо, уровень мастерства падает, молодежь не готова, так далее, тому подобное. Вот я все время что делала, приплетала, ну как так? Почему в той же НХЛ, почему в американской хоккейной леге существует правило, это нормально, то, что я жду от молодежи. Когда лидер травмировался, когда его нет, вот твое время, используй его, не бойся, дерзай, вперед. То же самое нужно делать тебе в КХЛ. Нужно в отсутствие лидеров втащить это одеяло на себя, то, что сделал кучеров. Где-то там по ходу сезона были, я помню, предъявы, что вот наши россияне не очень хорошо смотрятся, не очень хорошо себя чувствуют. Они очень, так скажем, слаженно, трудоспособно провели лето. То есть они занимались, я знаю, все там в Калифорнии вместе с Худовиным. Вот, пожалуйста, человек, он находится в абсолютно грандиозной форме к финалу. Просто шикарен. Просто сейчас, ну, кучеров очень хорошую игру показывает. Но вот ты знаешь, у меня сейчас такое мнение складывается, вот самый несчастный игрок в НХЛ это Стемкос. Ну, ему давно-давно пора что-то поменять. Вот что, да? Вспомни, ведь он... Как только что-то крупное, у него очень серьезно, причем, ладно, просто, да, у него очень серьезная травма. А это кого начинает напоминать предыдущего капитана? Винсента? А, Ле Кавалье? Да. Ну, кстати, тоже, да, я с тобой соглашусь. Посмотри, любое крупное соревнование, будь то на уровне клуба, будь то на уровне сборной, и Стемкос его может пропустить. Вот сейчас на уровне сборной, скорее всего, Кубок Мира Стемкос пропустит. Дай бог, конечно, ему восстановиться, здоровье и всего прочего, но вот что-то прям происходит непонятное. Что-то крупное соревнование, и Стемкос тут же получает травму. А что можно, вот это даже не шутка, Тампа, это болото, ты знаешь, это болотистая местность, когда-то вот один капитан пострадал, а вот сейчас второй. Хотя у Тампа уже такой, знаешь, такая минута славы была, когда они уже свой Кубок Стэнли выигрывали, и наш Николай Хабибуллин там, кстати, тоже зажигал в тот момент, что называется. Очень интересная серия сейчас Питтсбурга и Нью-Йорк Рейнджерс, тоже интересно складывается, сегодня Евгений Малкин, наверное, произнес то, что хотели давно услышать все, да, потому что был момент, когда почему-то Салливан, тренер Питтсбурга, все время ставил Малкина и Кросби в одно звено. И получалось, вот мне казалось так. А мы говорили, не надо, не надо. Нет, серьезно, они друг другу просто реально мешали. И вот сегодня Малкин об этом наконец сказал. Нам лучше с Кросби играть в разных звеньях, потому что получалось как, Кросби играет вместе с Малкиным, а с ними, знаешь, такой второй там Хорнквист или Куниц получался. И по сути, как бы, вроде он и есть там третий игрок, а вроде его там и нет. А Кросби и Малкин, да, они где-то вот друг другу мешали. Но одно дело, когда они играли в большинстве, это да, здесь это нормально. Но когда они играют пять на пять... Они друг другу мешают. Абсолютно. Вот есть, да, такая ситуация, доминирующее звено, то же самое, приплетем сюда магнитку, а есть ситуация, когда два лидера, но не могут и не должны они играть в одной тройке. То есть кто-то должен быть, тянуть эту тройку, да, кто-то здесь должен быть таким вот лидером. То есть не нужно мешать. Вот Малкин об этом сказал, что у нас бывает проблема, что мы друг другу мешаем. Малкин также сказал, после месяца отсутствия тяжело вкатываться, тем более вот так сразу в плей-офф, и опять сюда игрока магнитки приплету осло, потому что, естественно, на него такая ставка делась, и первые раунды плей-офф вроде как где, как, но тяжело вам, он же в интервью тоже признался. А мы с вами прощаемся. А нам тоже тяжело, мы прощаемся. Всем до завтра, встретимся завтра с вами вновь, пока. Реклама Сегодня описать настоящую мощь можно всего одним словом. G-Drive Топливо нового поколения зарядит автомобиль энергией, и каждое нажатие на педаль газа принесет удовольствие. Благодаря активному комплексу присадок, G-Drive гарантирует дополнительную мощность и улучшение динамики разгона. Поэтому Ягуар выбирает G-Drive. Почувствуем мощь и драйв. G-Drive – это мощно. Эксклюзивно в сети АЗС «Газпромнефть». Правила жизни меняются каждый день. А слово «надежность» утратило смысл? Когда нет гарантии, время инвестировать в свое здоровье. Программа обслуживания «Гарант здоровья» в МЕДСИ. Это неизменная стоимость в течение года. Неограниченное число приемов. Вызов врача на дом. Цена программы от 25 тысяч рублей. «Гарант здоровья». Сохраняйте самое главное. Подробности по телефону 7 800 500 или на сайте медси.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Пришло время изгнать дорогой домашний интернет. Возьмите рубль и повторяйте за мной. 8 800 700 8000. 8 800 700 8000. 8 800 700 8000. Добрый день. Компания «Билайн». Слушаем вас. Избавиться от дорогого интернета в доме просто, если у вас есть рубль. Достаточно набрать 8 800 700 8000 и оставить заявку на подключение домашнего интернета и ТВ. «Билайн». Просто удобно для тебя. «Спорткарт-центр». Крупнейший дилерский центр «Порше» в Европе. Ограниченная серия из 20 автомобилей «Порше Каен» по специальной фиксированной цене 4 300 000 рублей. «Спорткарт-центр». 249 11 11. Код города 495. ЖК «Экадолья-Шолохова». 15 километров от Москвы. Просторные дома и таунхаусы от 4 миллионов рублей. Собственный детский сад и школа. Выгодные предложения от застройщика. Звоните. 2-120-666. Проектная декларация на шолохова.экадолья.ру Пока вы слушаете нашу рекламу, кто-то уже купил новый «Тойота РАВ-4» с выгодой до 100 тысяч рублей. Только до 30 апреля «Тойота РАВ-4» на спецусловиях. «Тойота Центр Левобережный», «Лосиный Остров», «Рублевский», «Битца», «Каширский» и «Серебряный Бор». Звоните сейчас. 151-2373. 151-2373. Код Москвы 495. Выгода достигается скидкой от максимальной цены в зависимости от комплектации и при передаче «Тойота» или «Лексус» с пробегом в счет стоимости нового автомобиля. Подробнее на toyotavc.ru. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы 495. За свою жизнь я промахнулся много тысяч раз. Я проиграл сотни игр. Около 30 раз, когда команда доверяла мне последний бросок, решающий судьбу матча, я промахивался. Я терплю поражение день за днем. И именно поэтому я чемпион. Американский баскетболист Майкл Джордан.